МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами я, Наталья Мальчикова. В последних экологических рейтингах республика и ее столица выглядят неплохо. Так, осенью этого года общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала очередной национальный экологический рейтинг по итогам лета. Чувашская республика в рейтинге по ПФО заняла первое место, во Всероссийском – седьмое, тогда как ранее по итогам весны текущего года республика находилась на седьмом месте по России. Что в основе такого, на первый взгляд, благополучия? Об этом мы поговорим с экспертом. В студии председатель постоянной комиссии Чебоксарского городского собрания депутатов по экологии и охране окружающей среды Валентин Гордеев. Добрый день, Валентин Владимирович! Вы в новом созыве возглавляете комиссию по охране окружающей среды и экологии. Почему вам интересна эта тема? Добрый день, Наталья! Сегодня, как никогда, очень актуален вопрос экологии и охраны окружающей среды. Мы все понимаем, что это так или иначе связано со здоровьем. Я сам по профессии врач, и для нас, конечно, самое огромное значение имеет здоровье – это самое ценное, то, что у нас есть. И имеет большое значение, где мы находимся, в какой среде живем, каким воздухом дышим. В Чебоксаре у нас в экологическом рейтинге, вот как мы уже указали, первое место по ПФО. Да, да, да. Мы принимаем участие в проекте «Оздоровление» как раз в Волге, и мы собираем уже воды вот эти, которые сточные, поверхностные. А вот как горожане сами принимают участие в том, чтобы зеленых насаждений побольше у нас было, чтобы город у нас был чище? Вот с этой точки зрения, как мы можем указать? Горожане здесь, конечно, они не безразличны однозначно, потому что мы собирались в наказы от избирателей, и очень много, конечно, просят. В старых районах есть деревья, и, конечно же, высаживать можно новые. Но вот проблема в том, что все мало, конечно, мест для высаживания новых зеленых насаждений. Есть активные граждане, которые принимают участие в развитии цветников, в кустарники, сажают деревья, зеленые насаждения, все это деревья. А к вам они такими просьбами выходили, чтобы именно помощь оказывали? А помощь, конечно, выходит большая часть тем, чтобы есть старые деревья с ними, потому что они уже немножко нарушают и вызывают опасность для граждан. Ну и также, конечно же, выходит с предложением, чтобы где-то было помочь ее активизировать, улучшить или сохранить придомовые территории. Вы уже определили основные точки, по которым вы будете работать. Какие они? Основные, конечно, направления, такие как экология. Что-то подразумевается, это, конечно же, например, есть у нас проект оздоровления Волги. Это также есть федеральные проекты, как чистый воздух, чистая вода, это сохранение леса. И также, как бы, работа, комплексная такая программа с отходами, твердокоммунальными отходами. Все-таки большая работа тут проделана, и еще предстоит немалая. Есть проект оздоровления Волги, который предусматривает постройку локальных очистных сооружений, направлено на то, чтобы собирать поверхностные воды, которые будут образовываться и входят в реки, а, соответственно, в малые реки, а в малые реки уже впадают в Волгу. И здесь, конечно же, вот так же продолжается работа, она и будет продолжаться на будущий год. Также запланировано очень большое строительство локальных очистных сооружений в Новом Городе, потом также в микрорайоне Радужный. Вот мы говорили о здоровье горожан, да? Чебоксара – один из тех городов, который вот у нас избавился от свалки прошлого. Речь сейчас у нас идет о Пехтулинской свалке. Как вы считаете, как отразилось это на самочувствии горожан? Ну, здесь, я думаю, только положительно, потому что вот мы с комиссией выезжали 11 декабря на Пехтулинскую свалку, да? Была выездная комиссия. И мы как раз там, вся комиссия познакомилась, познакомились. Ну, технический этап рекультивации Пехтулинской свалки, он завершен в 2018 году. Сейчас идет биологический этап рекультивации Пехтулинской свалки, он до 2022 года. Здесь, конечно, специалисты мониторят обязательно атмосферный воздух, воду и почву. А здесь по атмосферному воздуху все хорошо, нет никакой угрозы для граждан. Есть изменения в воде, и это все, конечно, под контролем. Вся вот эта вода, которая собирается, она идет по вычистные сооружения. То есть вы на постоянном контроле держитесь, получается? Да, да, да. Она под контролем и собирается в вычистные сооружения и на переработку уходит. А с какой периодичностью проходят такие вот проверки выездные? Мы вроде поставили на 2021 год, один раз в год выезжать, да, на вот эти объекты, выездные по Пехтулинской свалке. Мониторить показатели воздуха, ну, один раз, два раза в год. Ну, мы вот еще говорили, что у нас в столице проводится масштабная работа по модернизации водоочистных и ливневых сооружений. Это, конечно, у нас многоэтапная работа, да? Сейчас у нас что сделано и что предстоит еще сделать? Ну, на сегодняшний день сделано, да, вот это Московская набережная, там построены три сооружения, да, вот локально-очистных сооружений. И, конечно же, на Московский мост у нас два сооружения построены уже на сегодняшний день по улицам Иван-Яковля автодороги и по Асламаса, это Солнечный. Предусматривается еще раз, да, вот на будущее это сооружение, конечно, вот ливневой канализации по Грязевской стрелке, Якимовский овраг. Вот, и также планируется водопропускных объектов, будет 47 объектов будет строительство. Большой процент износа трубопроводов – это наследие советских времен, говорят специалисты. Тогда строили много и быстро, порой за качество и длительную эксплуатацию никто не отвечал. За два дня на этих напорных водоводах установят запорные устройства и обратные клапаны. Это в целом увеличит надежность работы станции. При установке вот этих вот устройств, клапана и затвора, да, позволит отключить водовод отдельно от другого водовода и работать автономно насосной станцией. Эта работа одна из масштабных. 50 работ будет в городе выполнено. Задействованы будет 375 человек, работник водоканала, более 50 единиц техники. Сейчас проводится капитальный ремонт по восстановлению коммуникаций и санации на участке номер один. Эта труба самая большая в городе. Ее диаметр составляет 120 сантиметров. Последний раз санировалась лет 50 назад. Результат коррозии и прочее, они все осаждаются на поверхности трубы. Мы их счищаем механическим способом. И после этого уже производим покрытие цементно-песчаным раствором, который уже защищает стальное покрытие от ржавчины, а воду, соответственно, от попадания этой ржавчины одновременно продлевается срок службы трубы. Кроме того, есть еще одна новация. Для канализационных колодцев изготавливают бетонные кольца с полиэтиленовым листом. Они гораздо долговечнее и герметичнее. По мнению специалистов, это особенно актуально для районов, где грунтовые воды находятся высоко. У нас 19 тысяч канализационных колодцев, 17 тысяч водопроводных. Мы в год практически порядка 500 колодцев ремонтируем. Сегодня, применив такую технологию, мы уменьшим разрушение колодцев в разы. Крупномасштабные работы по модернизации системы водоснабжения стали возможными благодаря проекту развития систем водоснабжения и водоотведения в городах страны. В общей сложности на модернизацию водочистных сооружений предусмотрено 1 миллиард 200 тысяч рублей. Одна из серьезных тем – это у нас заеливание Чебоксарского залива. Летом это доставляет неудобства, конечно же, и запах, и неприятный вид. Есть ли решение этой проблемы? Да, на самом деле есть проблема. Потому что некоторое время назад Чебоксарский залив был на балансе у города Чебоксары. Поменялся статус баланса. И сейчас все-таки рассматривается этот вопрос, кому передать, и кто будет выделяется в бюджет для того, чтобы ухаживать за заливом, Чебоксарским заливом, чтобы не допустить этих проблем. А вот как у нас работают предприятия столицы? Городской воздух, конечно, нас сложно назвать чистым. И вот на что мы можем обратить внимание здесь? Соблюдают ли они экологические стандарты? Либо это не так актуально сегодня? Как вы на это смотрите? Актуальность, конечно, очень… Это вопрос очень актуальный, потому что все-таки чистый воздух имеет большое значение. Но все предприятия очень стараются в пределах нормы, чтобы этого не было, загазованности воздуха. Но тут под контролем, конечно, Роспотребнадзора, да, и, конечно же, происходит забор атмосферного воздуха. В общем-то, я думаю, здесь работы ведутся, и не допускаются такие нарушения. То есть это тоже мониторим и смотрим? Да, мониторим, смотрим, каталируют, да. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, вот у нас сами горожане какие проблемы озвучивают экологические именно? И как часто они обращаются к вам за помощью? Ну, горожане обращаются, конечно, по поводу зеленых насаждений, да, я уже проговорил, по поводу отходов, да, по поводу воды. Поэтому, ну, вот эти все вопросы, они очень подсказывают всем нам, да, где что-то, мы как бы реагируем и принимаем решения. То есть такая обратная связь вам помогает в работе? Конечно, да, они очень нам помогают. А как чаще всего к вам обращаются вот горожане? Это электронные, приемные или они лично вот при встречах? Как вот происходит? Ну, с учетом сейчас, да, вот пандемии коронавируса, конечно, вот у нас формат немножко изменился, да, и таких личных встреч все меньше и меньше. Поэтому они, конечно, они звонят, пишут, да, в электронном формате вот свои сообщения, вот те вопросы, которые беспокоят их. Нельзя, конечно, у нас не вспомнить про экологические акции. Молодежь у нас с удовольствием принимает, вот, субботники у нас, да, это уже из года в год, конечно же, посадка деревьев, сбор мусора. А есть ли еще какие-то инициативы помимо этих? В общем-то, есть всероссийские, да, субботник, чистая страна, и молодежь достаточно активно участвует, принимает участие. И также вот есть у нас волонтерское движение, да, которое направление по экологии, значит, активно поддерживает и участвует в сборе, там, да, мусора и в посадке леса. Конечно, нужно здесь проводить работу, улучшать вот это эко-просвещение, да, все больше и больше. А на что, как вы считаете, вот, нужно обратить внимание? Как вот это вот эко-просвещение проводить? Эко-просвещение, ну, конечно же, проводить какие-то круглые столы, конференции, да, мы говорим, какие-то лекции, выступления, там, брошюры, потому что бы немножко поменять вот то мышление, тот подход к экологии и к среде. Потому что очень важно заложить прямо с детства, да, в человека, чтобы он уже, не скажем, относился бережно к экологии, ну, и к среде, к окружающей среде. Как, на ваш взгляд, раздельный сбор мусора у нас вот, насколько он приживется? Изменить сознание, да, вложить, да, и как быть, как, уже будет как норма, норма жизни, да, собирать раздельные, там, да, отходы в различные, там, контейнеры. Поэтому сейчас, как бы, вот, еще раз мы участвуем в национальном проекте и вот направление, там, раздельного, конечно же, сбора отходов, да. Технически у нас уже, в принципе, возможности есть, да? Технически возможности есть. Мы уже подготовлены контейнерные площадки. Вот здесь немножко сейчас вопрос стоит, либо дуальный, да, вот, сбор отходов, либо еще раз полностью разделить его, да. Ну, дуально, это, говорит, сухие и мокрые. Может быть, наверное, начать с этого пока. Ну, и, конечно же, продолжать работу. Чебоксарцы стали очень активно участвовать в благоустройстве столицы. Как вы их поддерживаете? Вот мы когда сейчас ходили, вот, и наказы собирали, и встречались с избирателями. Они активно собирают, им проводится протокол собрания, там, домовых, там, дома. И, конечно же, участвуют в проектах, в проектах, да, согласовываются. И, ну, улучшение, вот, дворовых территорий. Поэтому благоустройство города, конечно же, вот, они, граждане, очень активно участвуют в этом. Ну, вот у нас есть платформа «Открытый город». Они там могут внести свои предложения какие-то, да. Вот это насколько помогает в работе, как вы считаете? Есть предложения, мы все очень мобильно смотрим, все-таки подходим. Не то, что там, там, вот там хотят. А тут все на рассмотрение, инициатива, прежде всего, идет от граждан, да, города Чебоксара. И вот уже отсюда же совместно принимаются какие-то проекты, решения. Ну, как-то не сами граждане, лучше всего знать, что им надо, на самом деле, да. Да, конечно, да, да, да. Вы правы. А вот в столичном бюджете, 21-м, да, у нас рассчитаны ли средства на экологические вот проекты? В бюджете города Чебоксара на 21-й год заложены, конечно же, по отраслям, и, конечно же, там есть пункт, конечно, по охране окружающей среды. Поэтому здесь вот основное, конечно, это там как раз и ливневая канализация, локальное очистительное сооружение, да, вот основная масса предусматривая по бюджетам. Благодарю вас за беседу. Спасибо за приглашение, конечно, и горожане, уважаемые горожане, я вас всех поздравляю с наступающим Новым годом. И, конечно же, пожелаю всем здоровья и всего самого доброго в Новом году. Мы вас тоже поздравляем с предстоящими праздниками. Благодарю еще раз за содержательную и интересную беседу. А я напоминаю, сегодня у нас в студии национального телевидения был Валентин Гордеев, председатель постоянной комиссии Чебоксарского городского собрания депутатов по экологии и охране окружающей среды. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok